14 июня Госдура приняла в третьем чтении законопроект о московской программе реновации. Документ поддержали 399 депутатов, против проголосовали двое. Один парламентарий воздержался. Удивительное единство. После долгих споров закон вернули положение о возможности оспаривать решение в суде. Помимо этого, собственники в кавычках смогут выбирать между равнозначным по жилой площади и равноценным по рыночной стоимости жильем в новых домах, а также смогут получать денежную компенсацию. Документ закрепляет порядок включения домов в список на снос по итогам голосования собственников квартир. Правда, они не объясняют, почему в эти списки не зашли дома, которые действительно нуждаются в сносе. Чтобы дом вошел в программу, за это должны проголосовать две трети собственников и социальных нанимателей. Другими словами, если вы не относитесь к этим двух третям, вас лишат квартиры, потому что так решили другие. И вы ничего не можете этому противопоставить, потому что остальные решили вашу судьбу. Также в законопроекте прописали, что голоса молчунов будут распределены пропорционально результатам проголосовавших. До последнего времени в мэрии утверждали, что всех не проголосовавших автоматически запишут как согласных на реновацию. Господа, вы верите, что их поделят на две ровные части? И кто вообще способен проследить голоса этих людей? Отметим, что проект был встречен резкой критикой москвичей. Однако власть отрицает недовольство граждан. По центральному телевидению проходит передача о том, что москвичи готовы, ждут, ликуют и рукоплещут. Включение домов в программу реновации будет прекращено после вступления закона в силу. Хотелось бы добавить, поздравляем сердечно дорогих москвичей со всем вышесказанным. Готовьте денежки, чемоданы, разбирайте свою мебель. Возможно, в новую квартиру она больше не подойдет. А кого вообще это волнует? Вы жили на втором этаже или третьем, а будете жить на 22 или на 23? Посмотрите, как это весело целый год подниматься на 20 этаж, не имея лифта. Счастливо! Вот, ну а что делать? Ладно, мы пойдем туда очередь занимать. По словам жителей, лифты установил застройщик дома «Сатурн-Р». При гарантийном сроке в 20-25 лет эти грузоподъемники начали отказывать уже на первом году службы. Когда ломаются все три лифта, лестница, конечно, выручает. Однако жителей 24-этажного дома эта альтернатива не радует. Тем более, что вот так подниматься и спускаться приходится по нескольку раз в день. На какой этаж? 18-й. На 18-й этаж? Да. И как? Тяжело. Здоровее будет. Спасибо.